Взлет, посадка, ну любые вот эти действия, такие маленькие микроинфакты. Я один раз ушел из дома в июле, а вернулся в октябре. Чтобы тягать самолет на руках, ну надо хотя бы, я не знаю, 20 раз подтягиваться. В некоторых девчонках стержня больше, чем в мужчинах. Зарплату получают пилоты поменьше, чем в таксист в Москве. Но когда лечу пассажиром, всегда хлопаю. Мягкая посадка, это иногда даже небезопасно. Приветствую, меня зовут Макс, и я пилот. Поехали. Впервые в 4 года я сидел на штурвал, папа задремал, второй пилот там был. Я отключил автопилота в 4 года и начал крутить виражи. Страшно ли тебе летать пассажиром? Я на самом деле всегда хлопаю, я всегда никогда не нажимаю кнопку вызова у маркровника. В жизни никогда не нажимал на эту кнопку. Потому что я всегда знаю, что девчонке много работать, мне как-то их не хочется. Напрягать лишний раз, я сам пойду, водички себе налью, если надо. Но когда я лечу пассажиром, понятно, что определенный момент такого переживания, он больше, чем когда ты сам себя везешь, да, это совсем другая история. Почему запрещают вставать с места, когда самолет сел, но не остановился? Потому что можно поломать ноги и руки, потому что никогда же пилоты не знают, на какую стоянку тебя поставят. Бывает такое, что, например, ты как-то интенсивно, скажем так, с хорошей скоростью рулишь, стоянка занята, например, и тебе скажут, остановитесь здесь всю секунду, и ты можешь резко там нажать на тормоза, в этот момент люди могут там что-то поломать себя. Где безопаснее сидеть в самолете? Статистика, вещь упрямая, да, говоря, что в хвосте. То есть если там смотреть всякие страшные видосики с катастрофами, то хвост отдельно валяется. И вот, например, опять возвращаясь к случаю с Суперджетом Шереметьевым, он горел с хвоста, ты не знаешь, что может произойти, поэтому нельзя с уверенностью говорить, что вот всегда там безопасно, а здесь нет. Как проходит типичный рабочий день? Рабочий день там начинается зависимости от того, где ты живешь. В части, касающихся пилотов, никогда невозможно себе выбрать, например, локацию жизни в Москве удобную, потому что Домодедово, Шереметьево и Внуково – это вот три аэропорта, которые расположены в разных местах города Москвы. Когда пилоты встречаются, и некоторые смеются, что я там условно летал в Питер, я летел меньше, чем ехал. Я один раз ушел из дома в июле, вернулся в октябре, шарахался по миру. Но мне планировщик спрашивал, тебе надо вообще домой? Я говорю, ты особо как-то, я не горю, желание не могут. Ну, не горишь и не горишь. Есть такое место, брифинг-рум, да, где пилоты, бортпроводники, все встречаются, да, проходят медконтроль, идут на самолете. Позднее, чем за час ты должен быть в брифинг-рум, ты получаешь там погоду, получаешь там все полетные наши документы. Все готовятся, все красивые. Общаешься с экипажем, знакомишься с экипажем, потому что авиакомпании крупные, так часто бывает, что каждый день ты можешь летать с людьми, которых ты видишь первый раз. Может человек максимально быть неприятным, но ты пришел на работу, ты везешь 10 человек, ты должен об этом забыть, сделать работу, а потом делать, что хочешь, можешь на улицу выйти, плюнуть с него, это уже твое дело. Там 10 минут тебе пройти врача, а можно ли пройти там в пьяном виде или еще что-нибудь? Вот эти вот бабушки, которые работают в медсанчасти, ты ее никогда не обманешь, она там в Советского Союза сидит, она уже видит, когда ты последнюю банку пива выпил там 2 дня назад или 2 часа назад. Кроме того, предполетный осмотр воздушного судна делает, да, каждый командир. Внешне, да, колеса на месте, все там на месте, ничего не отвалилось, предыдущий экипаж не поломал. И заправочка сейчас будет у нас минут за 40 на самолете иногда. Ну, наверное, это даже поздно, даже за час на свою наработку. Мы приходим, у нас там есть компьютер бытовой, в котором мы забиваем данные навигационные и так далее. У нас это занимает, ну, не знаю, опытного пилота, не знаю, 5 минут. А у правильников гораздо больше они проверяют спасательные жилеты, принимают там еду и так далее, и так далее. Очень много у них всяких там обязанностей до полета. Когда это обычный полет, да, двухчленный экипаж, это 2 человека, командир 2-й пилота, да. Один пилот осуществляет активное управление пилотированием воздушным судом, другой пилот ведет связь, заполняет бумажки, там, готовит какие-то документы и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, если вот взять обязанности, то их очень много, и они делятся, как правило, пополам. В любом случае, за все отвечает командир, да, и у него уголовная ответственность, у 2-го пилота стать административная. Может ли автопилот заменить пилота? Как правило, то есть взлет и посадка выполняются вручную, а уже сам полет далее по маршруту, там, набор высоты, и на эшелоне выполняется с помощью автопилота. Я не знаю такого самолета, который сам взлетает, а помню. Самолет сам садится, да, но самолет сам садится тоже в определенных условиях. Он садится сам, когда, там, ему подходит ветер, когда ему, там, подходят еще, там, куча всяких условий по точности навигации и так далее, и так далее. То есть это не просто так, в любом аэропорту ты нажал кнопочку, и самолет, какой, прилетел, и посадил тебя, и ты такой молодец, всем рассказывает, что это ты сделал. То есть есть куча условий, когда самолет не сделает того, что сделает человек. И чаще всего их больше. То есть чаще всего в любом случае пилоты содержат самолет сами. Какие есть лайфхаки у пилотов? Мы всегда на штурвал крепим бумажечку. Много шпаргалок, на самом деле. Вот как пример, есть такая частота радиостанции «Атист» называется. Там идет начитка, автоматическая начитка метеоинформации по аэродрону. Ты ее всю не запомнишь, потому что она очень длинная. Мы ее записываем на листочек себе. Есть ли у тебя любимые аэропорты? Любимые – это те, которые новые, где-то не было никогда. Скажем, ну не то что любимые, интересные, наверное. Это Тиват. Наверное, тоже из особенностей рельефа. То есть горы, море и так далее. Интересно, красиво, но не просто. И, наверное, сплит. Тоже это в Хорватии, тоже интересное место. Вот тоже там такой непростой заход. Интересно там, где, скажем так, челлендж какой-то. Один из самых сложных аэропортов в мире Мадейра. Да, там из-за ветрового режима, из-за особенностей рельефа. На Мадейре не было, хотел бы попасть. Нужно ли быть сильным, чтобы управлять самолетом? Бывают такие моменты, их немного, когда действительно физические какие-то усилия требуются. Например, на самолете Boeing, да, 737, на который я сейчас летаю, есть такой отказ, называется manual reversion. Это когда полностью у тебя гидросистема отказывает, и чтобы тягать самолет на руках, ну, надо хотя бы, я не знаю, 20 раз подтягиваться. Вот я подтягиваюсь, слава богу, пока. Нет, есть девочки-пилоты, тоже справляются. То есть, не знаю, ногами упираются там в панель еще как-то. Отлично летают девчонки. Они на самом деле понимают, что в этой профессии, они, чтобы кем-то стать, они должны быть еще на две головы выше, чем мужчины, потому что есть такой определенный, да, сексизм какой-то в этой нашей профессии. В некоторых девчонках стержней больше, чем в мужчинах. Так тоже бывает. Все от человека зависит. Сколько нужно спать пилоту? Не написано конкретно, сколько спать, да, но написано, сколько должно быть между рейсами, там, да, на базе, там, 12 часов, например, то есть имеется в виду в Москве, там, а вне базы, там, 10 часов минимальный отдых экипажа. Как правило, пилоты после рейсов, ну, я думаю, что даже если все было хорошо, даже если погода была хорошая, все равно твой организм взбудоражен, потому что взлет, посадка, ну, любые вот эти действия, такие маленькие микроинфаркты в твоем организме. Часто не можешь заснуть даже после ночного рейса. То есть ты всю ночь летал, подлетаешь под утро, и ты ловишь такой бодряк, особенно, а если еще погода была не очень, то точно ловишь бодряк. Я использую старый дедовский метод, меня научил первый инструктор мой на классике. Ты заходишь в душ и стоишь в теплом душе, где-то минут 20. Как он говорил, надо развофлиться, реально помогает. Чем Boeing отличается от Airbus? Есть такое понятие, как fly-by-wire называется, то есть летаем по проводам. Это электрические самолеты, да, Airbus, например. Уже современные Boeing там тоже многие оборудованы именно электричеством преимущественно, да. Я бы на Airbus с радостью летал, когда у меня нет проблем с этим совершенно. Вот. Но для меня штурвал ближе, чем сайстик. Это называется сайстик. У меня не ручка, не там, не как-то. Сайстик – это электрическое управление. Здесь электрическое, а тут как бы поле настоящее, скажем так. Ну вот если для обывателя объяснять. Если не пилотом, кем бы ты стал? Если не пилотом, футболистом. Пилот или летчик? Гражданская авиация – пилот, летчик – военный. Боинг или Airbus? Боинг. Что главное в работе? Ответственность. До какого момента можно прервать взлет? Каждый пилот знает ту скорость, до которой он безопасно может прервать взлет. На этой скорости в этот момент пилот должен принять решение. Либо он прерывает, если что-то случилось, либо дальше уже точно продолжает. То есть выше этой скорости ты уже должен в любом случае взлететь. Такие вот вещи отрабатываются, например, на симуляторах, да, на тренажерах, когда тебе за секунду, например, до этой скорости могут выключить двигатель или поджечь что-нибудь, и тебе нужно сориентироваться и прервать взлет, то есть вовремя. Почему мягкая посадка – это не всегда хорошо? Мягкая посадка – это вообще не главное. Это не то, что не главное, это иногда даже небезопасно. Во Внуково, наверное, сколько лет? Десять назад, если кто-то помнит, на Киевское шоссе выкатился самолет. Это вот была мягкая посадка. Бывают такие условия, когда действительно нужно какой-нибудь большой бабах сделать, чтобы увереннее было сцепление с землей, чем быстрее как бы. И увереннее он коснется иногда, тем быстрее он начнет тормозить, и уже эффективность торможения будет другая. То есть ты не должен стараться. Вот сегодня ты везешь маму, я сейчас так мягенько специально посажу, а завтра там я везу гадкого губернатора вот этой области, который ворует деньги, я его не люблю. Я сейчас как бахнул специально, чтобы мне челюсть хлюстнула. Когда ты можешь нечаянно подслушивать людей, что ли. Мы сидели в заведении в каком-то, и вот ты разговариваешь за своим столом с людьми, и ты полностью слышишь, что происходит на фоне. То есть ты можешь улавливать и ту мысль, и та, которая находится сейчас с тобой рядом. Потому что когда ты летишь, например, мы занимаем эшелон, мы снимаем, как правило, гарнитуру, наушники включаем, спикер погромче. И то есть весь радиообмен, который происходит в эфире, то есть мы слышим у других пилотов, диспетчеров других, сами разговариваем, да. И ты слышишь в этот момент весь радиообмен, ты слышишь, например, второго пилота, ты слышишь с Турдесу, которая пришла, кофе тебе принесла и так далее. И ты в один момент можешь концентрироваться, например, на трех источниках информации. Что может вызвать катастрофу? Любые, мне кажется, катастрофы – это, ну, совокупность факторов. Обычно это такой снежный ком, который накатывается, то есть там погода, кому-то плохо, там кто-то не выспался, еще, еще, еще. Безусловно, ветер там в виде ветра, сильные там боковые ветра, туманы. О, есть такие аэропорты интересные, я не знаю, в России, это, наверное, в Волгоград я попадал в такую ситуацию, что вот ветер и туман, ну, максимально неприятная история, когда тебя сдувает, а ты еще и ползу не видишь. Даже не куришь, а покурить хочется. Если ты поймаешь крупную ворону, да, в двигатель, то вполне возможно, что это может привести, там, и к пожару, и к полному, там, выводу из строя твоего двигателя и так далее. Если ты синичку поймаешь, то, возможно, твой двигатель просто ее проживет, в салоне запахнет курицегриль, и потом все это закончится через пару секунд. Например, бывает такое, что самолет пересекает, да, большой линию пути маленького самолета по горизонтали. Если они на одном эшелоне были, можно попасть, да, от него в спутный след, и, то есть, тебя начнет сильно трясти, вплоть до... Были такие истории, что самолеты падали на три эшелона вниз, если там кто-то даже ногу, по-моему, поломал. Как развивается карьера у пилотов? Любой пилот катает свою стажерскую программу, да, вводится, там, в пилоты во вторые сначала. Потом налетывает определенное количество часов, потом в командиры, потом в инструктора, участвует инструктор, да. Там до 65, по-моему, можно летать в втором пилоте. Есть люди, которые там уже выполняют какие-то административные функции в офисе авиакомпании. Вот это, как бы, следующая ступень, на которую я пока не хочу в силу того, что я люблю летать. Сколько зарабатывает пилот? Ну, прямую зависит от налета, то есть, чем больше летаешь, понятно, тем больше получаешь. Человек, например, если весь месяц работает, то есть, летает, там, 90 часов, да, это максимально, потому что пилот может в месяц летать по санитарной норме. Вот, ну, не знаю, там, второй пилот может получить, там, примерно, 180 рублей, наверное, 200, может, примерно, ну, плюс-минус. Командир побольше. Вот, инструктор, там, еще чуть побольше. Сейчас понятно, что средний налет, там, в компании составляет, дай бог, там, 20-25 часов, соответственно. Вот, зарплату получают пилоты поменьше, чем таксист в Москве. Есть ли у пилотов свой сленг? Вы стюардессы, кстати, на меня не обижаются, я, там, много тоже стюардесс, там, подписанных в Инстаграме. Я поздравляю их с Международным днем, там, бортпроводника пишу «косолетки». Ну, «косолетка» — это вот штучка, в которую еду накладывают, это «косолетка» называть. Пилотам нравится, когда пассажиры хлопают после приземления? Вот, хлопайте мне, качайте меня, качайте меня, я звезда. Нет, ну, нет такого, но это твоя работа, ты ее выбрал, ты ее делаешь. Понятно, что приятно, да, но я считаю, что все равно это работа, и ты всю работу должен выполнять правильно. То, что там кто-то хлопает или не хлопает, это уже и сделал. Какие у тебя были форс-мажоры? Ну, птичка попадала, разгимметизация, две, что еще было? Ну, так много чего было. Тетка один раз чуть не умерла, успели сесть прям уже даже не на стоянке, а уже на перроне, помощь оказывая. Она, кстати, до сих пор меня поздравляет с Новым годом, с днем рождения. Успели. И погода была такая, что казалось, что вот прям вот совсем страшно, правда. Некоторые говорят, а как же вот вылетать? И если уж пилот боится, а что пилот не человек, ну, пилот такой человек, он тоже боится. То есть, ну, это нормально, чувство человек. Какие у пилотов суеверия? У меня был такой интересный инструктор. Он всегда смотрел пассажирский манифест, брал, то есть, список пассажиров у стюардессы и спрашивал, кто не пришел. Оказывается, оказывается, что все катастрофы в мире, практически, там, 99, наверное, процентов, они произошли с самолетами в те самолеты, которые не попали какие-то люди по определенным обстоятельствам. То есть, у кого-то мама заболела, то есть, какой-то форс-мажор. И поэтому он всегда смотрел, что кого-то не хватает, и это его так волновало немного. У меня нет такого, я просто вот это запомнил, у меня там нет такого, что там, не знаю, кошка там перейдет на дорогу или бабка с пустым бедром. Надо меньше об этом задумываться, чтобы было меньше каких-то предрассудков, потому что в работе и так стрессов полно нужно от этого абстрагироваться уметь. Крайний последний, да, последний, все-таки вот это вот прям режет ухо всегда, но, не знаю, мне кажется, практически у 99% пилотов, что бывает, там, какая-нибудь молодая новая стюардесса. Говорят, у нас сегодня последний рейс, я говорю, да не дай бог.